Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. В очередном информационном видео на канале ИнстаФорекс ТВ мы рассмотрим причины бокового движения европейских валют и попытаемся спрогнозировать дальнейшее движение котировок евро-доллар и фунт-доллар. Вторая оценка ВВП зоны евро во втором квартале подтвердила ускорение темпов экономического спада с минус 3,1% до минус 15%, что, конечно же, трудно назвать хорошей новостью. Однако рынок давно уже учел этот прискорбный факт и заложил его в стоимость единой европейской валюты. Да и других валют тоже. Все это не привело к каким-то серьезным изменениям на валютном рынке. Во-первых, данные совпали с ожиданиями, а во-вторых, несмотря на серьезный экономический спад в Европе, его масштабы все же существенно меньше, нежели в США. Так что единой европейской валюты смотрятся явно предпочтительнее. Гораздо больший интерес вызывает предстоящая публикация данных по розничным продажам и промышленному производству в Соединенных Штатах. Тем более, что темпы роста розничных продаж могут ускориться с 1,1% до 1,9%. Если эти прогнозы подтвердятся, то получается, что в США наблюдается рост как инфляции, так и занятости в сочетании с растущей потребительской активностью. Подобное сочетание не просто считается, но и не является исключительно позитивным явлением, так как однозначно указывает на уверенный экономический рост. Правда, в нынешних условиях пока приходится говорить лишь о восстановлении экономики. Однако тенденция явно положительная, но настораживает тот факт, что последние данные по занятости инфляции не особо помогли доллару. Рынок скорее их проигнорировал, но вполне вероятно, что как раз розничные продажи окончательно развеют все сомнения и доллар наконец сможет заметно укрепиться. Ну а промышленное производство должно увеличиться на 2,8%, что станет лишь дополнительным аргументом в пользу укрепления американской валюты. Все же как ни крути, но сфера услуг имеет гораздо больший вес, особенно когда речь идет об американской экономике. В течение всей уходящей недели высокая ежесуточная динамика по валютной паре евро-доллар не помешала трейдерам удержаться в границах бокового канала между отметками 1.1700 и 1.1910, где наибольшее время они провели в нижней его части, но, как показали итоги недели, рамки флета все еще актуальны. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебания цены в пределах отклонения уровня 1.1800, куда вчера вечером вернулась котировка. Движение цены по траектории бокового канала между отметками 1.1700 и 1.1910 будет до тех пор, пока та или иная граница не падут. Тем самым основная тактика работы исходит из метода на пробой границ этого канала, что укажет на основной путь. Относительно локальных позиций здесь возможно построить работу внутри заданного коридора, где позиции на покупку рассматриваются выше максимума минувшего дня 1.1865 в сторону 1.1900, а позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1.1790 в сторону 1.1750 и далее к 1.1720. Анализируя текущий торговый график фунт-доллар, можно увидеть колебания цены в пределах застоя между отметками 1.3045 и 1.3085, что может сыграть на руку спекулянтам, работающих на локальных торговых операциях. В данном случае логика такова, что застой является временным явлением. Вероятно, уже сегодня произойдет его пробой. Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1.3085 в сторону 1.3100 и 1.3120, а позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1.3045 в сторону 1.3015 и 1.3000. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова